Добрый день! Юксин не так давно выпустил несколько многогранников, похожих друг на друга. Что-то объединилось под названием Interstellar серия. Сегодня я кинем общим взглядом всю компанию. Что-то из них в эту серию входит, что-то нет. Ну и одну из главных я разберу и соберу. Здесь 6 штук. Сразу оговоримся, что только 5 из них на базе Megamix. Вот это вещь, петал Додекаэдрон. Это Кловер Додекаэдр. Есть вертолет Додекаэдр от МФ-8. Есть вот такая же штука от Юксин. Ну, тот же Додекаэдрон Кловер, но без уголков. Просто покажу, в чем разница. Вращается она вот так. То есть это совершенно не Megamix. Отдельно про нее когда-нибудь поговорим. Не сегодня. Кловер я купил одним из первых. Позже докупил всю вот эту серию. А, еще Сокер и Megamix вместе с ними. Да, еще Сокер и Megamix. Он вроде бы тоже не Interstellar серия. Хотя вместе с ними часто появляется везде. Ну и на той же основе сделано. Это уже Megamix. Написано 12 Axis Сокер Куб. Ну, или Сокер и Megamix. Тут уже база Megamix. Чуть позже к нему вернемся. Пока отложим. И дальше уже то, что осталось в Interstellar серии. Я, конечно, могу ошибаться в классификациях. В комментариях, если что, поправьте. И тут уже всякие странные названия. Два вот таких ДДК ядра. И два вот таких. Причем вот эти одинаковые. И вот эти одинаковые. У меня даже была мысль отложить все это на 500-ый анбоксинг. Но я одумался. И посчитал, что они недостойны. Да, забавные вещицы. Но все-таки это просто шип-моды Megamix. Причем не самые интересные. Ну и подтверждение моих слов можно увидеть здесь. Вот Сокер и Megamix. Здесь написано только название. А здесь написано Interstellar серия. Значит, Сокер и Megamix не оттуда. Хотя мог бы там и быть. Что удивительно, английского названия на коробочке нет. Но я заранее их нашел. И назову те названия, как они в магазине продавались. Посмотрим на какую-нибудь одну коробку. Все остальные идентичные, наверное. Что-то по-китайски. Speedcube. Много названий. Много слов. Все китайское. И тут много китайского. Сравним, на всякий случай, отличаются ли они. Хоть чем-то. Разницы нет. А, да. Здесь можно заметить, что вот. Галочки стоят. Какая версия где. На крупных коробках разница какая-то будет. Но и тут разницы особо нет. Если что-то заметили, напишите. Извлечем вот этого. Сегодня будем его собирать. Вот такой вот чудо-юдо. В коробке больше ничего нет. Но чем коробки хороши, в них можно хранить эти Megamix на полочке. Не запыляться. И сразу видно, что внутри. На всякий случай распаковал всех. Так они выглядят покомпактнее. И можно будет немножко сравнить. Во-первых, сравним маленький и большой. В чем разница. Ну, вот эту штуку можно снять. Но он без одной такой приехал. Тяжело. Но должна сниматься. Снимать вот эта штука. И на ее место вот такая крышка ставится. Получается такая же головоломка. То есть это головоломки одинаковые. Разница только в одной вот этой крышке. А я же обратно ставим. Ну, я отдельно потом на видео это тоже пособираю. Поделюсь впечатлениями. Дальше здесь. Такой и вот такой. Здесь стандартная расцветка Megamix. Хоть кажется, что здесь что-то непривычное. Здесь же цвета вывернуты. И собирается поинтереснее. Такая штука, но ровно как и вот такая. Здесь тоже все то же самое. Но нарочно вот эти вещи. И когда я принимал решение купить их все, я как раз вот на эти два и посмотрел. То, что в чем здесь все-таки отличия есть. Здесь вот этот центр имеет цвета. А значит его ориентация важна. Поэтому цветов нет. И ориентация не важна. Ну, именно у центра. То есть крышечка снимается. Вот эти элементы это ребра. Здесь центр надо ориентировать. Поэтому вот эти штуки не одинаковые. Хотите больше функционала, берите вот такую. Именно колючую. Чисто технически можно понять, что купив одну вот такую штуку, можно собрать и вот такую. Переставив детальки. Вроде бы должно деталек хватить. Если кто-то пробовал, напишите получилось или нет. Давайте посчитаем. Здесь вот их сколько? Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Хватает. Хватает. Здесь хватает. Вроде всего хватает. Ну, понятно, что они должны быть взаимозаменяемыми. И тогда из одной такой можно собрать такую, либо наоборот. В итоге получаем, что вот эти вот одинаковые совсем. Эти отличаются. Единственное, только вот это не собирал, решив, что справлюсь. Вот это собрал. Ну, все остальные тоже. Здесь надо ориентировать центры. Здесь не надо. Еще есть сокер Мегаминкс. Хоть не из этой серии, но коснемся. Вдруг у вас вопрос возникнет. Я его отдельно тоже видео сниму. Здесь центр тоже надо ориентировать. Вот фиолетовый пятиугольный центр. Вот эти детальки это еще части центра. Цветные. Поэтому вот эти очень похожи. Хоть на вид не очень, но технически собираться они будут одинаковы. Еще на все это дело похож вот такой вот Мегаминкс Крейзи или циркулярный от Сингсо. Где есть дополнительные элементы. Здесь тоже нужно ориентировать центры. и собирать как обычный Мегаминкс. Вот краткий экскурс во всю серию. Кловер Додекаэдер мы отложили. Это совсем не про то. Это же все на базе Мегаминкса. Ну и соберем один. Остальные четыре я тоже соберу, но уже в отдельных видео. Это вводная в серию, чтобы объяснить это один раз и потом уже ссылаться. Коробочку я именно от него и показывал. хотя они одинаковые. Давайте просто перемешаем. Сначала посмотрим. Кажется, а что здесь вообще собирать? Вот эти штуки должны крутиться сами в себе. Но они крутятся вместе с ребрами. А ребра двухцветные, просто вдавленные. Возьмем обычный Мегаминкс. Таким же зеленым цветом. Так. Вот. Даже вся расцветка точно такая же, как у обычного Мегаминкса. Вот зеленый, но у меня черный вместо серого, как на хороших Мегаминксах. Вот ребро на зелено-розовое и вот на зелено-розовое ребро. То есть взяли вот эту тройку элементов и вдавили внутрь и получилось вот так. Должен был быть просто крупный Мегаминкс. Ну, вдавили каждое и все. А здесь не просто вдавили, еще местами цвета поменяли, инвертировали. Получается вот здесь вот один цвет. Ну, перемешаем. Собирать будем, естественно, как Мегаминкс. Хочется покрутить как Мегаминкс, вот так вот, но не очень удобно. Будем гранями. Зато держаться приятно и перемешивать удобно. Ну, конечно, не как оригинальный Мегаминкс. Вращается неплохо. без магнитов, но вращать можно. Ну, вкратце скажу, что, наверное, эта серия не так достойна внимания, чтобы покупать ее полностью. Много элементов одинаковых угловоломок, собираются почти все одинаково. Только если вот подарить кому-то всю коллекцию на день рождения или на Новый год коллекционер обрадуется. Уж каждые порядка двух тысяч стоит не так уж и дешево за небольшой функционал. Ну, вроде перемешал. Здесь трудно судить, потому что центральные элементы по сравнению с обычным гамиксом гораздо больше и они остаются на месте, только поворачиваются. поэтому кажется, что все собрано. Давайте соберем начало звезду. Так вот. Желто-белое. Фиолетово-желтое отправим туда подальше. За минуту я его не соберу, как мегамикс. Так, зелено-белое стоит. Здесь вот синий-красный. Перед этим собирал мегамикс инвертированными цветами, поэтому хочется наоборот ставить ребра. Постараюсь так не делать. И нужно еще бело-красный. Где бело-красный? Вот бело-красный. Спрятываюсь. Так. Вот я собрал звезду. Да, похоже. Дальше пары. Я буду сразу FTL собирать, потому что это легко. Но можно и по отдельности. Так. Вот я собрал пару. И немножко рябит, конечно, в глазах. Можно что-то перепутать. Но в итоге пара стоит. Дальше зелено-фиолетовый, синий-желтый, синий-красный. Вот синий-красный, вот уголок синий-красный. Так. Отсюда извлечем. Получилось плохо сделаем. Разобьем на трех ходовку. Так. И где у нас вот место. Пару соберем и вот так сюда поставим. Так. Получилось. Дальше. Синий-желтый и вот синий-желтый. Это вроде бы трехходовка. Поближе к своему месту. Вот пара. И сюда ее ставим. Даже удобно за эти центры поворачивать. Так. Фиолетово-зеленый вот и есть. сразу ставим пару. У меня осталась фиолетово-желтая пара. Такое ощущение, что я ее уже собирал. Ну F12 готов. И сразу кажется, что уже много собрано. дальше. Я буду придерживаться той же тактики, что в обычном Megamix. Поэтому найду ребро вот отсюда фиолетово-голубое. Конечно, не так в глаза бросается, но она тут есть. Это точно. Так. И к нему уже сюда со стандартными цветами будем ставить. Нужно что? А вот тут все есть уже. вот пара, только она, а нет, не она, зелено-голубое. Вот ребро. Вот ребро, вот уголок. Я когда-нибудь, конечно, сделал отдельное обучающее видео на все это. Но пока просто покажем возможности головоломки, чтобы было понятно, стоит ее покупать или нет. Нужно ли вам это. дальше такое ребро. Сюда что-то бело-голубое. Вот это. Есть. Сюда вот это. Так, это что у нас? нет, это не так. Вдавленные уголки немножко бивают с толку. Иногда путаюсь. Наверное, вот такую трехходавочку сделаем. Да. Так, я что-то разошелся и сломал вот эту пару. это зря. Чуть важнее ориентироваться в цветах, поэтому сломал. Дальше здесь ребро на месте и вот это. Так, чтобы не ломать. вот эта пара, она неправильная, поставим ее вот сюда. Вот так. Дальше сюда бело-розовое. так. Итак, это у нас опять трехходовка. Есть. Да, кто не догадался, почему я как-то не так собираю, собираю метод Вестленда в моем обучающем виде по Мегаминксу подробно рассказано, почему так. Мне так нравится гораздо больше. Сюда зелено-розовый, зелено-розовый синий. Собирать, конечно, можно с любого цвета, но если вы пытаетесь сделать это на скорость, то лучше с привычных цветов. Так гораздо быстрее будут находиться элементы. Так, сюда желто-зеленые и немного синего. Так и вот так. остается чуть-чуть вот эта часть и уже на серую грань перейдем. Что здесь? Желто- оранжевая. Вот. Вот эта пара стоит здесь, поэтому я сначала поставлю фиолетово-оранжевую пару фиолетово-оранжевую. Так. Сюда свод и опять трехходовочкой загоняем. Ну, это не вылезло, зато вот это есть. Так вот бесхитростно заставим. Нет, совсем бесхитростно. Еще движение. Так, сюда пара. И вот это вот. Разобьем сначала. Так. По-моему, разбил неправильно. Нет, все хорошо. Трехходовка. Ну, первые четыре слоя готовы. Все так же, как в обычном Megamix. Тут не просто так стоит. Дальше. Это галка. Вот галка. Решаем как галку. было не галку, да? Не хватает чего-то. Смотрим, что я упустил. А, я опять пытаюсь собрать перевернутые цвета, поэтому серые хочу здесь видеть, а не наоборот. Они должны быть вот здесь. Это правильное положение. Ну, может в этом и интерес, что берешь две версии, одну собираешь так, другую наоборот. Поэтому я перепутал. давайте быстренько отменим галку. Вот. А здесь что получается? Раз, два, три. Три правильно ориентированных ребра. Но мне это все равно не нравится. Осталось два. А, но это палка. Это вот так вот выглядит палка. Палка. вот. Раз, два и напротив. А у нас раз, два и не напротив. А, нет, теперь это полноценная галка. Все, хорошо. Немножко мозг, да, путается. Все, нормально. Нужно два вот этих развернуть. Делаем нормальную галку. Все. Так. Ну и давайте наверное развернем сразу уголки как методе для начинающих. Хотя зачем? Посмотрим кто это такой. Ну я сделаю рыбку так чтобы нас не сломалось вот это. Левую рыбку лучше сделаю. вот что получилось получились вот такие вот ушки. Давайте пиф-пафами развернем чтобы вспомнить что метод для начинающих тоже существует. Это вроде бы смотрит назад. Стало хорошо. ну теперь либо два обратных либо четыре обычных. Еще один. Так. И вот так выглядит серая правильно ориентированная грань. Дальше осталось переставить сначала ребра потом уголки. ну давайте посмотрим. Этот на месте остальные нет ну и судя по их расположению больше одного мы сейчас и не сделаем да давайте сделаем просто лямбду чтобы просто что-то поменялось штрих пиф-паф так и что у нас поменялось стало два стало на месте два ну либо делаем теперь мы либо через R2U2 алгоритм давайте теперь два напротив либо собралось либо еще раз ну понятно что еще раз так как это первым на что делать против часовой стрелки двигает вот эти три элемента повторяем пиф-паф R'F R2 U'R' 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 F' так ну и вот все ребра стоят на местах и остается а еще даже два угла на местах переставить вот эти три угла но я специально сделаю коммутаторами да хотя можно тут нормальным трициклом чтобы напомнить как это работает вот этот уголок мы выкидываем сначала сюда и потом ставим на его место отводим выбиваем заменяем теперь подгоняем его место на бежево-голубое место сюда заменяем этот выкидывается возвращаем ну и повторяем процедуру пока все не соберется вот сине-оранжевое место выбиваем заменяем ставим и оставшийся уголок вот этот ну и вот вот такая вот штука кстати я их не назвал этот называется Star Pass этот Star Burst этот Space Swift и этот Star Navi ну а этот Soccer Megaminx вы уже знаете в итоге мы что собрали Star Pass вот такая вот штуковина собирается как обычный Megaminx но не так удобно просто вдавленные ребра для коррекции ну сможется неплохо собирать не очень интересно здесь я больше сложностей испытывал просто из-за того что путался вот с этим другом что ребра нужно по-другому ставить а так-то просто Megaminx сильно советовать покупки не буду но если понравилось имейте ввиду что такое существует если бы у меня был выбор купить это либо что-то поинтереснее я бы выбрал что-то поинтереснее но такого выбора не было поэтому купил вот это а на этом все про остальные расскажу отдельно ну соберу конечно видео всем спасибо всем пока субтитры